Скажите, какие чувства вы испытываете на эти экспонаты? Какие чувства испытываем? Во-первых, страшно, вот это детям объясняю, как это страшно, война. Эти машины, в этих машинах были люди, какие бы ни были враги, живые люди. Это страшно, война всегда страшна. Смотрим на эти бомбы, на снаряды, это все очень страшно, детям объясняю. Ну, а с другой стороны, и гордость берет нас за наших солдат, за наших воинов, которые все это сделали. Скажите, в Армении много реваншистских настроений, они говорят, что мы Карабах вернем. Стоит ли нам готовиться к Третьей Карабахской войне? Ну, к войне всегда, как говорится, хочешь мир, готовься к войне. Готовым надо быть всегда. Дай бог, чтобы не было. Может быть, они тоже возьмутся за ум и начнут тоже жить мирно. Вот вы женщина, мать. Что бы вы сказали, глядя в глаза матери, которая потеряла своего сына, армянского и азербайджанского, независимого? Что бы я сказала? Всегда матерям, конечно, тяжелее всего. Какая мать захочет потерять ребенка, как бы ни было, хоть он героем погиб, хоть он и на чужой земле погиб. Это всегда тяжело. Конечно, кто посылал своих детей в Карабах, это нехорошо. Каждый должен сидеть... С той стороны вы видите. Да. Каждый должен сидеть у себя дома и защищать свой дом. Наши хотя бы за что-то погибли, знают за что. За свою землю. А на чужой земле погибать, это нехорошо. Как вы думаете, есть ли шанс нам жить в мире с Арменией в дальнейшем? Я думаю, что есть. Я думаю, что всегда же жили мы. Всегда жили... И сейчас соседи есть армяне. Всегда жили, господи. Наш народ такой народ. Мы никогда ни с кем не дрались, не воевали. Ни за что. Большое спасибо. Пожалуйста. Конечно, в первую очередь, чувство удовлетворения, чувство гордости за нашу армию, за то, что мы столько лет ожидали этого, наконец, свершилось. Свернули голову в такой силе. Это здорово. Очень, очень здорово. Скажите, вот в Армении сейчас сильны реваншистские настроения. Они говорят, что мы вернем Карабах и будем наш. Как вы думаете, это реально третья война или же это просто бравада? Я думаю, что это бравада. Они в глубине души все понимают, что смысла особого в этом нет. Наверное, народ это понимает. Кто-то, кто там наверху играет чувствами народа, все продолжает вот эти игры для зарабатывания вот этих нечистых денег Карабахи именем Карабаха. Я думаю, что простой народ уже понимает, что толку от третьей войны никакого не будет. Скажите, может, у них потерь будет еще больше и в человеческих ресурсах, в людских ресурсах, и тем более территориальных, я так понимаю. Скажите, вот если вы видите майца армянского солдата, чей сын погиб на манере, что бы вы ей сказали? Я так наблюдаю по телевидению, в интернете, много матерей сами проклинают, понимают, что ради Карабаха, мифического такого, не стоило столько потерь, столько жертв. Я думаю, что, как и везде, простые люди страдают от амбиции каких-то политических этих уродов. Я думаю, что им тоже больно, слов нет. Но я бы им сказал, что не надо воспитывать детей в духе такой ненависти к азербайджанцам, к туркам. Они изначально закладывают эту ненависть, потом их умело развивают эту ненависть. Потому я бы сказал, не надо воспитывать с самого детства ненависть к азербайджанцам. Наоборот, воспитывали бы в дружбе, и больше бы от этого не были бы в плюсе в каком-то. И последний вопрос. Как вы думаете, мы сможем жить в дальнейшем мире? Сможем ли помириться и как-нибудь вот... Я не думаю. Не думаете? Я не думаю, потому что я по своему возрасту и учился с самого детского сада, и учился с ними. И да, это удивительный народ. Так, в обиходе, лучшего друга, наверное, не сыщешь. Это и я заблуждался когда-то, у меня тоже были друзья армяне, к сожалению. Но потом, когда выявилось их лицо, это все было, оказывается, показное, они всю свою жизнь копили деньги, собирали деньги на покупку оружия, уничтожение азербайджанцев. Вот в 88-м прорвалось так их истинное желание. И все потом развивалось, развивалось, довели до войны. Прошло 30 лет, они в Карабасе ничего не сделали, кроме разрушения они ничего не сделали. И вот дошли до такой степени, что у азербайджанского народа по природе миролюбивого возникли чувства. Я не сказал, что такой глухой, такой ненависти, но ненависть есть, да. Уже, там, скажем, вот это поломанное, как-то склеить, это бы невозможно. Я впервые здесь, к сожалению, я был, несколько дней назад, был закрыт, понятельник, по-моему. Но чувство гордости за нашу страну, то, что мы отвоевали, оккупировали земли, вернули обратно. И это военная техника, к тому доказательству. Скажите, вот если вы видите мать армянского солдата, чей сын погиб в этой технике, что бы вы ей сказали? Я даже не знаю, но по-любому я бы сказал, что вот какой конец тех людей, которые оккупируют тяжелые земли. Скажите, вот в Армении сильные реваншистские настроения, они говорят, что Карабах мы вернем, будет наш. Как вы думаете, настоит готовиться к третьей войне Карабахской? Думаю, что нужно быть всегда готовым, хочешь мира, готовься к войне. Это правильно. Ну а сможем ли мы жить в мире с Арменией? Сможем ли как-то забыть все это и начать новую жизнь? Все возможно. Все возможно. Как показывает история, были и до этого такие конфликтные ситуации с Арменией. Потом жили в советское время, жили в Армении. Здесь тоже сколько было Армян. Сейчас живут Армянец, ведь Армянский националист. Все возможно. Если не будет таких людей, которые продлевают масло в Армань, это реально. Я хочу сказать, что это такое, что это такое. Национального состава населения Азербайджана. Насколько я знаю, в Армении, можно сказать, моно-страна, там очень редко нас встречаешь в лице другой национальности. Ну и в этой, на 2-й, 44-й дни Карабахской войне участвовали много национальностей. Наряду с Азербайджаном, азербайджанцы были русские, лесгины были, сахурцы, аварцы, евреи. Я сам лесгин по национальности, я с гордостью наблюдал за успехом армии и Тейрана Масима, являющегося лесгином по национальности. Меня всегда уделяло, почему вот в Армении не уживаются лица другой национальности. Армяне провоцируют, говорят, что лесгины восстаньте, талыши восстаньте, вот и фиг азербайджанцев. Как вы это прокомментируете? Ну, это пустые слова, вот лесгины, талыши, напряжение многих лет вместе. Я сам долгое время и выступал за национальность в горных, по дзюдо. У нас были в Славе очень много лесгин, так это пустые слова. Я уверен, что этого не будет. Скажи, дорогой, как тебя зовут? Чингис Аружев, Ганилабле. Чингис Аружев. Ты ветеран? Да, я Гази. Сколько тебе лет? 20. Ты был ранен? Да, я был ранен в ногу, в руку и ухо. Ухо у меня поважает припунка. Повреждение барабанной перекладки? Да, я в ухо. Скажи, пожалуйста, вот когда тебя позвали на войну? Тебя позвали или ты сам пошел? Я в то время служил как солдат, как срочник. Как срочник? Да. И на начале войны, первый день, 27 сентября, мы у нас отправили на войну. И в каком районе ты воевал? Я воевал в Физулях и Жабариде. И когда тебя ранили, какого числа? 10 октября. 5 октября. Скажи мне, какие ты испытываешь чувства, глядя на эту технику? Я испытываю голдость. Смотри только камеры, говори, пожалуйста. Голодость и победу только и все. Только гордость и радость. Вот в Армении сильны ремашистские настроения. Они говорят, что мы все равно Карабах вернем. Что бы нас стоит готовиться к третьей войне Карабахской или нет? Я даже не знаю. Я сам лично готов. Если надо будет, пойду снова туда. Вот война сейчас прошла, да, вроде в мирное время. Видишь армянского солдата, который был в тот момент на той стороне. Что бы ты ему сказал? Только от души. Я даже не знаю, честно. За честно мне не говорится, в принципе. А матери солдата, которая погиб? Армянские матери, которые своим погиб в войне? Ну, сами наваты, по сути. Не матери, а народ их нават. То, что погиб солдат их. То есть, если я сам участвовал в боях, то, как я знаю, троих убил я. Ты иду троих? Судьба перестрелка. Да, не понятно, кто кого убил, но победитель я убил троих. Вот. Мне не жалко их. Мне матери их не жалко, не самих трупов жалко. Не жалко их. Только наших погибло. Это... Вот наших жалко. А вот их не... Зачем женить их? Ты родился тогда, когда война... Уже... В каком году ты родился? В 2001. До этого времени уже много лет был этот конфликт. 14 лет. Ты родился, когда уже была война фактически, да, не объявленная. Ты всю жизнь прожил в этой ситуации. Сейчас ты победитель. Ты вернулся домой с победой. Как ты думаешь, есть ли у нас шанс в дальнейшем жить с Арменией все-таки мирно? То есть... Ну, если они будут провоцировать нас, то, возможно, и есть. Ну, я не думаю, что они будут не провоцировать. Они такой народ гнилой очень. Будут провоцировать там, пообсуждать кого-то. Ну, ты готов, например, вот, жизнь все-таки мирная с ними? Скажем, постараться забыть это тяжелое прошлое, но все-таки постараться. А тебя, вот лично ты, мог бы жить мирно, если бы они, конечно, себя были хорошо? Уметь с ними в одной стране, в смысле. Ну, как соседи, по крайней мере, как соседская страна? Не знаю, не думаю, что такое возможно. В смысле, я бы смог бы. Ну, все-таки лучше стоять к ним вперед, а не спину к ним. Вперед стоять? Потому что мы просто спину стоять. Ну, треной народ гнил и ничего больше. Это, ну, чисто животные. Своими животными инстинкциями. Ну, это резкое заявление. Хорошо, большое спасибо. Ну, и что ты сам от себя добавишь? Ну, я даже не знаю, что добавится. Если будет война с Томой, не дай бог. Ты не жалеешь, что ты пошел на войну? Ты остался им все-таки покалеченным, инвалидом. Ты не жалеешь, что? Нет, я не жалею об этом. Ну, да, что войну я, конечно, жалею, что не пробыл там до конца войны. То есть ты готов был бы воевать еще, да? Да, конечно. Так об этом жалеешь. Хорошо, большое спасибо. Не за что. Чингис. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Ты поправишься, твои раны заживут. И все будет хорошо. И дай бог, чтобы тебе женился, создал свою семью. Молодых девочек, мальчиков. Нашей стране нужны молодежь. Дай бог тебе спасибо. Спасибо большое. Спасибо тебе. Благодарю вас. Я хочу тебе сказать большое спасибо за то, что... Вот я называю эту войну войной детей. Потому что ты даже младше моего сына на много лет. Та война, которая началась, началась в времена нашего поколения. В нашем поколении уже не получилось воевать, мы уже стали взрослыми. Но вот ты, ты... У меня развод. Спасибо. Благодарю вас. Вот она, наши дети. Они нам вернули эту победу. Они заслужили так, как мы. Спасибо тебе. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok